В этот день праздник чувствовался в каждом уголке города-героя. Эпицентром стало массовое поле Лопатинского сада. Здесь собрались сотни жителей региона. Поздравить смолян с праздником пришел губернатор Алексей Островский. Смоляне по праву могут гордиться родным краем, его историческим наследием, целым созвездием выдающихся земляков, которые своими ратными подвигами и созидательной деятельностью прославили Отечество. С удовлетворением отмечаю, что к юбилею мы подходим с определенными позитивными результатами. За последние годы, благодаря совместной целенаправленной работе органов власти всех уровней, институтов гражданского общества, деловых кругов и, главное, самих жителей Смоленщины, многое удалось сделать для стабилизации экономического развития региона и социального самочувствия смолян. Праздник украсила выставка-презентация муниципальных образований, земля, талантов и тружеников. Каждый город и районный центр подготовил стенды, в которых можно было узнать об истории, земляках и нынешней инвестиционной деятельности муниципалитета. В презентации принял участие и наш город. Здесь присутствуют все муниципалитеты, настроение всех праздничное и боевое. А то, что привез наш муниципалитет, это, как всегда, Смоленская атомная станция, наше градообразующее предприятие со своей выставкой. История Смоленской атомной станции, ее настоящее и, соответственно, будущее – это СС-2. А то, что касается муниципалитету, здесь представлены наши спортивные достижения, культурные достижения, того, чего достиг наш город за много лет. Хотя наш город молодой, но, тем не менее, он перспективный и развивающийся. Визитная карточка города атомщиков Смоленской АЭС развернула для участников праздника свои выставочные стенды, буклеты, проспекты и экологические отчеты. Для нашей области это абсолютно уникальное предприятие, поэтому очень многие люди подходят, интересуются, спрашивают о том, что в каком состоянии атомной станции сейчас и что будет в будущем. Вот буклетов уже почти не осталось. Десногорск, конечно же, гордится и другими своими предприятиями, так как они создают экономически стабильный климат города и области. В городе эффективно работают программы для поддержки развития малого и среднего бизнеса. В городе у нас существует фонд поддержки предпринимательства, который выдает займы в размере до 50 тысяч рублей. Есть областной фонд, он уже выдает займы до миллиона рублей. Ну и далее по мере роста предприятия – это уже более серьезная программа, федеральный уровень. Наш город на праздники также представили и творческие коллективы, украсившие концерт в Лопатинском саду своими зажигательными номерами.